Здарова, комрады! Сегодня у нас на проверке боем Samsung Galaxy S10 Plus Причем в версии на Exynos 9820 и 6 гигабайтами оперативной памяти Да, именно 6 такие модификации оказывается есть Ну что ж, начнем с танчиков, с максимальных настройок Я даже не стал убирать тени, все работает великолепно Никаких проблем с отображением, никаких проблем с тормозами Причем даже на сложной карте типа Химмельсдорфа Она выпала последней в всей подборке карт Я играл где-то 40 минут, никаких проблем с троттлингом, перегревом не было замечено Также очень понравился сенсор, хотя к нему надо привыкать, потому что он такой скользковатый немножечко По фпс, конечно же, это 60 кадров в секунду в среднем Видно прекрасно на графике то, что на последней карте некоторые просадки были Но это все-таки зимняя карта, там неудивительно Тем более она шла последней в серии Вы прекрасно видите, сколько именно карт я сыграл Есть, конечно, какие-то просадки, но совершенно не критично Играть можно и играется с удовольствием Тем более, что пинг позволяет Далее у нас идет PUBG с анлоком кадров до 60 при помощи GFX И плюс в самой игре установлены максимально возможные настройки качества Ну что можно сказать? Естественно, при 60 кадрах в секунду поиграть не получится Даже в разрешении Full HD С более высоким, родным разрешением экрана я даже не проверял Ну что ж, здесь в принципе ожидается 30-40, возможно в некоторых местах 45 кадров в секунду Если честно, то я бы не стал бы играть в таком режиме Я бы просто оставил все в стоке без всяческих твиков и настроек И играл бы чисто спокойно при 30 кадрах в секунду Это было бы полезно и для батарейки, и производительность была бы на хорошем уровне Традиционно проверяем гироскоп на Real Racing И здесь, конечно же, никаких удивлений, все в порядке Единственное, что я не знаю, кому-то это может быть критично, кому-то нет Но, как видите, глазок остается условно неоптимизированным, если запускать игру в полноэкранном режиме Но, впрочем, не думаю, что это принципиально Но, конечно, по производительности здесь тоже 60 кадров в секунду довольно стабильная Последняя игра, которая оказывается довольно требовательна к графическому ускорителю Это линейка вторая Ну, в ней, конечно же, все хорошо, если не учитывать просадки при загрузке либо моделей, либо уровней, либо выхода в меню На графике прекрасно видно, сколько этих просадок Но, честно говоря, я не видел ни одного смартфона, который бы прям идеально плавно воспроизводил бы эту игру В принципе, играть можно Это максимальные, полностью максимальные настройки И вот как оно выглядит, на мой взгляд, в принципе, достойно Каких-то итогов по баллам, вообще от балловой системы мы отходим Потому что я не знаю, как контролировать максимальное значение С учетом того, что каждый раз выходят новые однокристальные системы И требования к играм, естественно, повышаются Более того, я хочу, чтобы вы написали в комментариях Если вы хотите видеть какую-то игру, опять же, в тестировании, в этом наборе То напишите мне Единственное, что она, а, должна быть популярной И, б, должна быть бесплатной, чтобы каждый в нее мог поиграть Ну, и, ц, естественно, должна быть нормальная игра А не уровня Angry Birds, чтобы в нее мог нормальный взрослый человек поиграть А не только 12-летний, как он дидиод Что ж, друзья, у меня на сегодня все Как видите, смартфон, в принципе, неплохо себя показал Никаких проблем у Exynos с играми я не заметил Возможно, вы заметили Но, как бы, рекомендовать конкретно этот смартфон для игровых сценарий Я бы, конечно, не стал Потому что все же графическая подсистема у него уступает Относительно 845 и 855, тем более, Snapdragon Но, в принципе, он может Как вы видите, большинство игр необходимых И идут весьма и весьма плавно Что ж, друзья, у меня на сегодня все С вами был Аргумент 600 Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok